друзья всем привет сегодня 20 февраля 2021 года суббота сегодня рабочий день поэтому давайте посмотрим что у нас перед началом торговой сессии какие изменения произошли вчера и пройдемся по всему списку эмитентов на которые следует обратить внимание итак начнем наш обзор с акция крон вчера у нас было отработано 21 часовой уровень 5 тысяч девятьсот пятьдесят шесть и на данный момент у нас актуально для покупок уровень это 5896 ближайший часовик на котором можно также рассматривать покупки дополнительно 5 процентов на текущий момент я жду что все-таки мы увидим какой-то отскок наверх в результате если закрепимся выше верхней границы нисходящего дневного конверта то где-то в диапазоне 5800 у нас будет сформирован новый дневной уровень покупок и в последующем мы уже откорректируем торговый план нижние часовики будут удалены и тут уже объема нужно будет перенести на дневку в целом у нас возможно еще продолжение коррекции поскольку мы не протестировали нижнюю границу восходящего дневного канала поэтому ждем особо торопиться с набором позиций по данному эмитенту на текущий момент я бы не стал нужно ждать еще большего захода вниз на мой взгляд на внутридневном таймфрейме точно также мы еще не протестировали нижнюю границу восходящего внутридневного канала поэтому я ожидаю продолжение коррекции далее вчера произошли изменения по акциям башнефти обыкновенная был отработан уровень 1625 и на текущий момент у нас остается ближайшим актуальным для покупок уровнем это часовик 1576 половиной среднесрочно мы продолжаем торговаться в восходящем тренде ключевая поддержка находится на отметке 1204 все что выше данной ключевой поддержки можно смело выкупать по уровням которые указаны в таблице торгового плана башнефть привилегированная вчера также был отработан часовой уровень покупок 1161 и на данный момент у нас ближайшим является дневной уровень для покупок это 1149 бумага продолжает торговаться среднесрочно в нисходящем тренде ключевое сопротивление находится на отметке 1266 пока мы торгуемся ниже данного ключевого сопротивления давление на бумагу может продолжиться поэтому вот эти дневные уровни желательно рассчитывать объемы поскольку тут еще после 1141 также будет еще ниже однодневка на которой можно будет увеличивать долю портфеля еще на 20 процентов далее вчера у нас произошли изменения по акциям казани оргсинтез привилегированная был отработан ранее сформированный часовой уровень 2015 на данный момент ближайший актуальный для покупок часовик находится на отметке 1779 бумага продолжает свою коррекцию поскольку ранее отбились от верхней границы восходящего дневного канала и сейчас она будет стремиться протестировать нижнюю границу данного восходящего канала ждем ждем более глубокой коррекции на которой можно будет попытаться собрать с тем кто только начинает набор позиций по данному эмитенту по часовикам первые 25 процентов среднесрочно торгуемся в восходящем тренде ключевая поддержка 905 все что выше данной поддержки любую коррекцию можно выкупать вчера произошли изменения по долговым распискам лента было отработано два часовика 250 1 90 и 246 30 на текущий момент вблизи текущих вблизи текущих значений у нас имеется только один часовик 232 80 далее нужно ждать завершение технической коррекции на которой может быть отскок наверх и формирование нового дневного уровня ждем 232 80 если этот уровень будет отработан там еще один часовик и потом уже нужно будет ждать формирование дневных уровней среднесрочно торгуемся восходящем тренде с поддержкой на отметке 116 90 любое снижение выше данного уровня это коррекция которую можно рассматривать к покупкам но тем не менее торопиться с набором с текущих значений я бы не стал поскольку бумага торгуется в зоне перекупленности ранее мы отбились от верхней границы восходящего дневного канала и сейчас она будет пытаться протестировать нижнюю границу данного восходящего канала на внутри дневном таймфрейме этот сценарий подтверждается поскольку мы торгуемся у верхней границы нисходящего внутри дневного канала поэтому ждем продолжение коррекции на которой можно будет увеличивать долю портфеля по часовикам суммарно до 25 процентов по дневкам по 20 процентов на каждом уровне далее вчера были изменения по акциям муэск московский регион мы протестировали два часовых уровня 1030 40 и 127 40 на текущий момент ближайший часовой уровень который актуален для покупок это 1870 ждем завершение технической коррекции по данному эмитенту поскольку цена ранее отбившись от верхней границы восходящего дневного канала сейчас стремится протестировать нижнюю границу на как раз в этом диапазоне к нижней границе восходящего дневного канала у нас имеется вот этот актуальный для покупок часовой уровень 1870 среднесрочная бумага продолжает торговаться восходящем тренде поддержка ключевая на отметке 0 8155 все что выше данной ключевой поддержки любое снижение нужно рассматривать к покупкам на мой взгляд далее сегодня также следует обратить внимание на огк 2 вчера мы отработали часовой уровень 0 77 87 и на текущий момент ближайший актуальный для покупок часовой уровень это 0 7482 также жду продолжение консолидации после пробоя ключевого сопротивления 0 79 93 сейчас цена после консолидации может уже начать полноценный рост по данному эмитенту поскольку на мой взгляд сейчас уже идет дело к завершению технической коррекции дают уровня собираем а так в целом работать на удержание на мой взгляд нужно поскольку в перспективе все равно после завершения технической коррекции рано или поздно мы увидим рост по данному эмитенту долгосрочном и в восходящем тренде среднесрочный тренд сейчас уже мы сломали и как раз вот после консолидации я думаю мы должны возобновить движение посмотрим как будет на самом деле чуть позднее далее акция распадская вчера был протестирован уровень 173 46 на данный момент бумага перекуплена отбилась от верхней границы восходящего внутри дневного канала и на данный момент после думаю что это коррекция ближайшее время должна быть более глубокой в связи с чем торопиться с набором на весь объем с текущих значений я не рекомендую можем увидеть еще более низкие значения в том числе актуальный для покупок уровень часовик 108 158 04 ждем среднесрочная бумага в восходящем тренде поддержка 75 18 все что выше данной ключевой поддержки по уровням на их тесте можно выкупать с учетом распределения объемов которые указаны в таблице торгового плана далее сургут нефтегаз привилегированная вчера мы протестировали часовой уровень 39 65 на данный момент у нас остается актуальной для покупок ближайший часовик 38 60 и где-то с этих значений уже я думаю мы начнем отскок наверх и можем сформировать новый дневной уровень для покупок на данный момент идет фаза коррекция после отбоя от верхней границы восходящего дневного канала поэтому по часа века можно рассматривать набор позиции до 25 процентов дальше удерживать и ждать теста дневных уровней распределяя на каждом дневном уровне по 20 процентов от планируемого объема позиции на долгосрок далее вчера был отработан часовой уровень покупок по акциям юни про это 2 842 и на данный момент ближайший актуальный для покупок уровень является часовик 280 среднесрочном и после завершения вот этого локального локального коррекционного движения я думаю мы продолжим восходящий тренд поскольку сегодня среднесрочно мы в нем находимся ключевая поддержка сформирована на отметке 2 206 это минимум марта 2020 года и все что выше данной ключевой поддержки на мой взгляд при любом снижении на тесте уровней можно рассматривать к покупкам далее сегодня у нас изменения по уровням по эмитентам были сформированы новые торговые уровни которые отмечены в таблице торгового плана давайте пройдемся вкратце по этим изменениям по всем компаниям которых это коснулось такая система сформировали новый часовой уровень 34 599 но нужно учитывать что у нас намечается коррекция так как мы торгуемся у верхней границы восходящего внутри дневного канала соответственно сейчас на этой коррекции можно рассматривать покупки только тем подписчикам которые только начинают набор позиций по данному эмитенту часики по системе предусмотрена для набора первых 25 процентов поэтому вот эти часы веке можно использовать для покупки на каждом часы веке по 5 процентов но не более суммарно 25 процентов дальше ждать формирование либо тест на дневных уровней среднесрочном и в восходящем тренде ключевая поддержка по-прежнему на отметке 10 354 все что выше данной ключевой поддержки любое снижение по уровням с соблюдением рисков можно рассматривать к покупкам далее банк санкт-петербург вчера сформировали новый часовой уровень 53 99 на данный момент это ближайший актуально для покупок уровень на котором можно рассматривать до 5 процентов в портфель сейчас бумага фазе коррекции поскольку ранее отбились от верхней границы нисходящего дневного канала поэтому мы можем увидеть более глубокие значения по данному эмитенту торопиться с набором на весь объем от текущих значений я не рекомендую нужно ждать отработки часовиков потом уже мы перейдем к набору подневка далее вчера очень хорошее движение мы увидели по гмк нор никель в результате закрепились выше верхней границы нисходящего дневного конверта и сформировали новый дневной уровень покупок 24246 этот уровень и сформирован в результате того что ранее сформированный и не отработанный часовик перешел в статус дневного в результате вот этого переха и закрепление выше верхней границы нисходящего дневного конверта по системе все часовые уровни которые до этого не отработанные находятся сейчас ниже вот этого вновь сформированного дневного уровня они подлежат удалению из таблицы торгового плана в таблице торгового планы эти уровни отмечаю черным цветом, обратите внимание, откорректируйте свои заявки, то есть удалите заявки, которые стояли на часовиках, которые ниже вот этой дневки и перенести можно объем до 20% на вот этот дневной уровень 24,246. На текущий момент ближайший актуальный для покупок уровень это 24,824, часовик, который остался выше вновь сформированного дневного уровня. Остальные часовики я удаляю, чтобы они не мешались на графике. Бумага перекуплена, в любой момент можем увидеть коррекцию, на которой будет шанс сформировать дополнительные 20% на дневном уровне, который сформирован был вчера. Далее. Детский мир. Вчера сформировали новый часовой уровень 141,24. Это ближайший актуальный для покупок уровень. Продолжается техническая коррекция, на мой взгляд, по данному эмитенту. Мы торгуемся в диапазоне, но тем не менее каких-то прям больших обновлений максимумов мы не видим. Соответственно, плавненько-плавненько мы должны перейти к средней линии канала, и дальше, возможно, мы уже протестируем нижнюю границу восходящего канала, как на дневном таймфрейме, так и на внутридневном. Сейчас прогрузится. Что-то подвис опять. Внутридневной таймфрейм точно так же мы перекуплены. Цена по технике должна будет стремиться протестировать нижнюю границу восходящего внутридневного канала. Поэтому ждем. Если увидим более глубокую коррекцию, возможно, дадут собрать первые 25% по часовикам. Это уж однозначно. Но не исключая, что также мы можем увидеть повторный ретест и уровня 109.02, который дневной мы собирали в прошлом году. И чуть ниже там есть уровень 108.10, тоже дневной. Среднесрочно продолжаем торговаться в восходящем тренде. Ключевая поддержка сформирована на отметке 70.52. Все, что выше данной ключевой поддержки, любое снижение нужно выкупать, но с обязательным соблюдением рисков по уровням торгового план. Далее. На сегодня у нас сформирован новый уровень покупок по акциям Ленэнерго привилегированные. Сформировали часовой уровень 154.40. И на данном уровне я рекомендую рассматривать покупки не более 5% тем подписчикам, которые только начинают набор. Бумага перекуплена, торгуется у верхней границы нисходящего дневного канала, но тем не менее, вот эта перекупленность, если даже мы увидим какую-то более глубокую коррекцию, это пока коррекция внутри восходящего среднесрочного движения. И любое снижение по уровням можно выкупать, на мой взгляд. Сейчас ближайший уровень 154.40, это часовик. Ключевая поддержка среднесрочного восходящего тренда находится на отметке 112.30. Все, что выше данного уровня, любое снижение можно выкупать, но с обязательным соблюдением правил нашей торговой системы, то есть по уровням с обязательным соблюдением объемов. Вчера произошли изменения по акциям Магнитогорский металлургический комбинат, сформировали новый часовой уровень 49.895. Это ближайший часовик, который можно покупать. Ждем продолжения технической коррекция, которая началась в декабре 2020 года. Думаю, что уже в ближайшее время мы можем увидеть отскок наверх. Сформируем новый дневной уровень, на котором можно будет выставить дополнительную заявку на покупку 20%. Сейчас бумага торгуется по-прежнему в восходящем среднесрочном тренде. Ключевая поддержка на отметке 31.225 свидетельствует о том, что все, что выше данного уровня, любое снижение, это всего лишь коррекция, которую можно смело набирать в свой портфель по уровням. Далее, Мэлру. Вчера сформировали новый часовик 1984.60. Это ближайший часовой уровень для покупок. Дальше ждем. Если будет перехать закрепление выше верхней границы нисходящего дневного конверта, то тут уже можно будет ждать формирования нового дневного уровня, на котором можно будет выставить заявку на покупку 20% в продолжение ранее набранного объема по часовикам. То есть сейчас по часовикам уже должно быть собрано порядка 25%. Дальше ждем. Как только появится дневной уровень, на нем можно будет выставить заявку дополнительно на 20%. Далее. Московская биржа. Вчера сформировали новый часовой уровень 159.99. Бумага продолжает торговаться в фазе коррекции, поскольку ранее отбились вот верхние границы восходящего дневного канала. Пусть это коррекция сейчас у нас такая боковая, но тем не менее в какой-то момент мы можем увидеть и возможное снижение, на котором цена будет пытаться протестировать нижнюю границу восходящего дневного канала. Сейчас пока в рабочем диапазоне, то есть в границах данного восходящего канала у нас имеются только часовики, поэтому на данный момент ближайший план касается только набора первых 25%. Дальше просто удержание. Среднесрочно торгуемся в восходящем тренде. Ключевая поддержка 79.54. Все, что выше данной ключевой поддержки, можно смело выкупать при тесте уровня торгового плана. Далее. Мосэнерго. Вчера сформировали новый часовой уровень 2.05.95. Бумага пока продолжает торговаться среднесрочно в нисходящем тренде. Ключевое сопротивление 2.21.50 пока не пробито. Как только пробьем ключевое сопротивление и закрепимся выше, тут уже можно будет говорить о сломе нисходящего тренда. Пока же давление на бумагу может продолжиться, поэтому нужно быть готовыми к тому, что будут протестированы ближайшие часовики. Как минимум 2.05.95. Это ближайший. Далее. Вчера сформировали новый часовой уровень покупок по акциям НОМК. Уровень 202.06. Теперь ближайший актуальный для покупок уровень. Это часовик. На нем можно рассматривать покупки не более 5%. Следует обратить внимание, что мы сейчас уже в фазе коррекции, отбившись ранее от верхней границы восходящего дневного канала. Цена плавненько пытается протестировать для начала среднюю линию данного восходящего канала. Потом посмотрим, если будет какой-то отскок. Увидим формирование нового дневного уровня. На этом уровне можно будет продолжать набор позиций, увеличивая долю на дневке до 20%. Сейчас бумага продолжает торговаться в восходящем тренде. Поддержка ключевая находится на отметке 100. Все, что выше данной ключевой поддержки, любое снижение по уровням торгового плана с соблюдением рисков можно выкупать. Далее. Изменения коснулись акции Новотека. Вчера сформировали новый часовой уровень 1317. На нем я рекомендую рассматривать покупки не более 5%. В среднесрочном мы уходим в фазу коррекции, поскольку ранее в январе 2021 года отбились от верхней границы восходящего дневного канала. И сейчас Санапу техники будет пытаться протестировать среднюю линию канала. Это первая цель. Дальше уже посмотрим, если будет отскок, то тут уже будет вероятность того, что мы увидим новые дневные уровни. Сейчас же пока идет набор по часовикам. Ближайший дневной уровень 1259.60. Далее. Озон. Вчера показал неплохой рост. Порядка трех, даже более трех процентов мы подросли. В результате сформировали новый часовой уровень покупок 4 399. Этот уровень я рекомендую рассматривать для набора тем подписчикам, которые только начинают покупать эту бумагу в свой портфель. На часовике, на вот это можно рассматривать покупки не более 5%. Ждем. Сейчас набираем 25%, потом просто держим и ждем формирования дневных уровней. Далее. Вчера у нас произошли изменения по акциям Сбербанк обыкновенные. Сформировали новый часовой уровень 264.17, на котором можно увеличивать долю портфеля еще на 5%. В среднесрочном мы в фазе коррекции. Ранее в январе 2021 года отбились от верхней границы восходящего дневного канала. Сейчас бумага корректируется. Посмотрим. Возможно, нам дадут помимо часовиков, также и дневной уровень, который находится чуть выше средней линии данного восходящего канала. Ждем. Переходим к акциям привилегированные Сбербанк. У нас также вчера был сформирован новый часовой уровень 243.98. На этом уровне также рекомендую рассматривать покупки не более 5%. Среднесрочно, как и по обычке, продолжаем техническую коррекцию. Ранее в январе 2021 года отбились от верхней границы восходящего дневного канала. Сейчас она будет стремиться протестировать среднюю линию данного восходящего канала. Чуть выше средней линии у нас также находится дневной уровень покупок, который указан в торговом плане. На дневном уровне можно выставлять заявки дополнительно на 20%. Далее. Вчера изменения коснулись также акции Северсталь. Сформировали новый часовой уровень 1270.60. Это ближайший актуальный для покупок часовик, на котором можно увеличивать долю в портфеле еще на 5%. Среднесрочно мы в восходящем тренде. Ключевая поддержка на отметке 762. Все, что выше данной ключевой поддержки. Любое снижение можно смело выкупать, но с обязательным соблюдением рисков по торговому плану. Бумага находится в фазе технической коррекции. Ранее в декабре 2020 года отбились от верхней границы восходящего дневного канала. Цена потихоньку пытается приблизиться к средней линии канала, не исключая, что после этого мы начнем какой-то отскок и сформируем новый дневной уровень, на котором можно будет увеличивать долю в портфеле еще на 20%. Далее. Сегодня следует обратить внимание на акции «Татнефть обыкновенная», так как вчера был сформирован новый часовой уровень покупок 508.60. На этом уровне также можно выставлять заявку на покупку 5%. Если ранее вы еще не успели купить первые 25% по часовикам. Далее. Ждем завершения нисходящего движения через пробой ключевого сопротивления 558. Если пробьем ключевое сопротивление, то значит нисходящий среднесрочный тренд будет сломлен, и мы увидим более уверенное движение наверх в район верхней границы данного канала. Это 800 и выше. Переходим к привилегированным акциям «Татнефть». Вчера мы также сформировали новый часовой уровень 475.80. На данном часовике можно увеличивать долю в портфеле еще на 5%, если суммарно вы еще не купили по часовикам 25%. Бумага на внутридневном таймфрейме уже торгуется у нижней границы восходящего внутридневного канала. Но идет сужение в треугольнике между ключевым сопротивлением 514.60 и нижней границы данного восходящего канала. Соответственно, в ближайшее время мы можем увидеть выход наверх через пробой ключевого сопротивления 514.60. И в последующем уже можем начать полноценный рост, сломав среднесрочный нисходящий тренд. Ждем. Пока идет набор позиций, я покупаю, не торопясь, эту бумагу по уровням. Далее. Вчера произошли изменения по акциям FUSAGRAS. Формировали новый часовой уровень 3652. На этом уровне можно рассматривать покупки до 5% от планируемого объема. Бумага перекуплена. Торгуется у верхней границы восходящего дневного канала. Поэтому в любой момент мы можем увидеть отбои от верхней границы и начало технической коррекции, на которой можно будет пока сформировать первые 25% тем подписчикам, которые только начинают набор позиций. Те, кто ранее уже покупали в 2020 году, тут нужно ждать завершения технической коррекции, формирования нового дневного уровня и уже на нем выставлять заявку на покупку следующих 20%. На текущий момент мы торгуемся в восходящем тренде. Ключевая поддержка 2013. Все, что выше данной ключевой поддержки. Любое снижение можно выкупать, но с обязательным соблюдением правил торговой системы, которая публикуется на моем канале. Сейчас в диапазоне пока часовики, поэтому не торопимся. Собрали 25%. Нужно ждать. Далее. Вчера у нас изменения коснулись и портфеля ETF. По ETF на акции США мы сформировали новый часовой уровень 5306. На нем можно рассматривать покупки до 5%. В среднесрочном мы пока торгуемся в восходящем тренде. Ключевая поддержка находится на отметке 3177. Любое снижение выше данной поддержки – это коррекция в рамках среднесрочного до восходящего тренда. Соответственно, на текущий момент мы ранее отбились от верхней границы восходящего дневного канала, но так и не увидели пока завершение технической коррекции. Поскольку постоянно идет давление наверх, мы не видим нормальный откат вниз. Не исключаю, что у нас эта коррекция в итоге завершится тем, что где пробивали, тестировали верхнюю границу, там же мы и закончим эту коррекцию. То есть где-то у текущих значений в районе 4700-4800 техническая коррекция может закончиться, и в последующем мы возобновим полноценный рост. Сейчас идет фаза коррекции, но сами видите, она под давлением, то есть рынок не хочет падать. Думаю, что это связано с вбросом ликвидности дополнительной, поэтому иллюзий не строим, растет, покупаем на коррекции, дают уровни, нужно набирать, на мой взгляд. Тем более, что среднесрочный и долгосрочный у нас восходящий тренд, даже если будет снижение до 4800-4700, но это лишь повод собрать портфель на долгосрок. Далее. Вчера изменения коснулись ETF, IT-сектор США, мини-ETF. Здесь мы сформировали новый часовой уровень 83.37, на нем можно также увеличивать долю в портфеле до 5%, поскольку у нас этот ETF только недавно был размещен к торгам, соответственно, сейчас набор позиций по часовикам не более 25% суммарно. Ранее уже купили два часовика, поэтому сейчас вот этот часовик 83.37 и ниже 83.11, также по 5% можно выставлять заявочки. Вчера также произошли изменения по ETF на IT-сектор США, это уже стандартный контракт. Здесь сформирован новый часовой уровень 10019, на нем также можно увеличивать долю в портфеле до 5%. В среднесрочном восходящем тренде ключевая поддержка 4918, любое снижение выше данной поддержки выкупаем. Сейчас идет набор пока по часовикам, дальше ждем теста дневных уровней. В диапазоне пока в рабочем, то есть в границах восходящего дневного канала, пока имеются только часовики, поэтому на коррекции и на отскоке наверх потом уже можно будет увидеть, я думаю, и новые дневные уровни тоже в рабочем диапазоне. Сейчас же ближайший дневной уровень 8558, достаточно низко, но в принципе могут дать, на мой взгляд, если начнется полноценная коррекция. Следует обратить внимание также на ETF акция Германия. Вчера сформировали новый часовик 2814. На нем также я рекомендую рассматривать покупки не более 5%. По ETF на акции Германия у нас также пока еще мы не видели полноценной коррекции, несмотря на то, что ранее цена протестировала верхнюю границу восходящего дневного канала, но тем не менее пока мы еще не встретились нижней границы данного канала. И у нижней границы данного восходящего канала имеется также дневной уровень 2389,5, который в принципе есть шанс, что нам дадут на более глубокую коррекцию. Ждем, возможно, уже в ближайшее время мы начнем корректироваться. Будет возможность собрать первые 25% до объема, который предусмотрен торговым планом. Дальше ждем дневку, и на ней можно будет увеличивать долю в портфеле еще на 20%. На этом на сегодня все. Обратите внимание на вот эти изменения. Если понравилось данное видео, не забываем ставить лайки, подписываемся на канал YouTube, ставим колокольчик, чтобы не пропускать свежие обзоры. Также у нас имеется телеграм-канал, на котором публикуются помимо видеообзоров также текстовый формат торгового плана, основные изменения, аналитика, моя авторская. Поэтому тем, кому интересно следовать за моей системой, повторять то, что я делаю, то можете подписываться и смотреть свежие обзоры по торговому плану, по системе, по которой я набираю портфель в долгосрок. Основной приоритет это набрать дивидендная акция на долгосрок, обеспечить среднюю цену покупок такую, чтобы дивидендная доходность была двузначной, то есть выше 10%. В последующем данный пакет акций я буду удерживать на долгосрок, для того, чтобы получать дивиденды. Дивиденды пока реинвестировать и получать курсовую прибыль. В последующем уже через 5-10 лет будем смотреть, подводить итоги и делать выводы, что из этого получится. Пока я набираю, ничего не продаю, за исключением, там есть отдельная история. Например, недавно Русгрейн я покупал в декабре, вчера я Русгрейн продал. Спекулятивная курсовая прибыль получилась порядка 66%, но это была просто спекулятивная идея, которую подкинули подписчики, мы ее решили отработать, ну и в принципе это получилось успешно. На этом все, всем пока, удачи в инвестициях, всем хороших выходных, защитников отечества, с наступающим праздником. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok